Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влада». Вы поприветствовали с Турции, Стамбула. Только что закончили, вышли с форума. В хорошем настроении. И когда ты занимаешься любимым делом и с любимыми людьми ходишь, тебе это очень-очень приятно. Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Надеюсь, что вы найдете уникальные ответы из этих вопросов и берете, пользуетесь. Работала в медицине 33 года, в период вируса уволилась. Отучилась на хиджам. Хотела открыть свой центр, чтобы реально людям помогать. С чего начать? Если вы хорошо умеете, вы учились на хиджам и хорошо умеете делать, или у вас есть еще медицинское образование, это очень круто, очень здорово. Я поздравляю вас. Так что вы делаете такую вещь. Вы первым делом выбираете хорошую локацию. Хорошая, уютная, удобная локация, где ваши целовые аудитории. Где ходят люди, которые нравятся хиджам. Например, хиджам занимаются не все, правильно? Если у кого-то зуб болеет, зуб болеет могут у всех. Например, стоматологи. Сюда ходят и мусульмане, и немусульмане, все подряд. А хиджам используются уже не все аудитории, не все люди. Это те категории людей, которые верят этому, которые читают нужным этому, сценивают этому. Поэтому рекомендую, в первую очередь, локация. Локация – это очень важная вещь, потому что, чтобы людям было удобно, и они узнали вас, рекомендовали вас и так далее. Второе – возьмите еще одной помощницы или помощника, которая помогает вам, чтобы вы вместе могли организовать работу хорошо. И третья вещь – надо эту ценность донести до клиента и так далее. Маркетинг. Донести надо, чтобы создать воронку, чтобы люди могли прийти. Машлот клиента до вашего бизнеса надо строить. Хороший машлот клиента надо строить до вашего бизнеса, чтобы люди могли найти вас. А тогда сарафанное радио так сервис построите, чтобы люди могли друг друга рекомендовать ваши услуги. Один за других, друг друга могли рекомендовать, чтобы люди пришли к вам снова, снова и так далее. Вот, следующий вопрос, то есть последняя вещь, последняя ответ на этот вопрос, потом, соответственно, когда это все сделаете, пожалуйста, открывайте, создайте хороший бизнес, хорошую услугу в этом сфере, Аллах даст, у вас все пойдет хорошо. Почему? Например, я ни разу не делал хиджам, я недавно об этом думал, потому что я не пью, не курю, когда многие религиозные люди, особенно верующие люди, которые не пьют, не курят, им это очень полезно, потому что кровь станет густой, когда кровь станет густой, тебе либо придется лекарство попить, чтобы его, либо какие-то бады, витамины попить, а те, которые иногда, скажем, пьют, курят, наверное, пьют особенно, они, по-моему, у них по-другому. По-моему, так, медицина, мне однажды врачи так сказали. Поэтому, если вы человек, который верующий, рекомендую вам это попробовать, потому что так было полезно во всех веках, тысяч лет, это помогало, и будут помогать и дальше. Одобряете ли вы с тобой маркетинг? С тобой маркетинг я одобряю, потому что это один из направлений бизнеса, но бизнесы бывают точно так же, есть бизнесы, которые, например, игровые автоматики, или это как называется, это букмекерские конторы и так далее. Вот они запрещенные бизнесы, например, казино и так далее. Это традиционный бизнес. То есть, как традиционный бизнес бывает, разрешенный бизнес и запрещенный бизнес. То, что так же есть твой маркетинг, есть разрешенный бизнес и запрещенный. Разрешенный тот, который продукт полезный, который реально принесет пользу, который вы можете потрогать, или услуга, которая полезная, принесет пользу людям и так далее. Это делайте, занимайтесь. А если вы видите, что это какие-то финансовые парамиды и так далее, или распространяется какой-то плохой продукт, просто не смешивайте, держитесь подальше от запретной и все. Здравствуйте, я попал в долг на крупную сумму, около 100 тысяч долларов, очень похоже на вашу ситуацию. Мы работали с трейдерами, которые работали в другой стране. Людям помочь отправлять деньги. В итоге наши партнеры исчезли. Партнеры исчезли, а люди требуют свои деньги от меня. Дом продал, отдал, кредит брал, отдал. И подали в суд вопрос. В данный момент планирую получать инвестиции с другой страны, около 230 тысяч долларов. Один год каникулам по 4-5% годовых, для того, чтобы дальше работать и отдать остаток долга. Сам до этого работал в торговой сфере, торговал на базаре. Сейчас хочу открыть супермаркет, ваш совет. Спасибо заранее. С уважением, Мика. Я хочу вам сказать, что больше, пожалуйста, так не делайте. То, что вы никогда... Если вы сами не понимаете, что такое трейдерство и так далее. Если вы сами не понимаете, не зарабатываете в бирже и так далее. Не надо деньги собрать у народа куда-то отправлять. Не делайте это больше никогда. Это очень большая ошибка. Многие люди эту ошибку допускают. Пожалуйста, на этот вопрос я отвечу. Многие слушайте меня. Пожалуйста, не делайте этого. Не надо собрать деньги и отправлять кому-то. Это самая большая ошибка. Не делайте это, пожалуйста. Если вы сами являетесь брокером или вы трейдер, сами занимаетесь трейдерством, и вы понимаете, что такое бирже и так далее. Тогда это другое дело. Потому что вы напрямую вкладываете эти деньги в разных компаниях или с цельной бумаги, или в биткоинах и так далее. Вы сами это знаете, видите. Пожалуйста, не делайте этого. Больше никогда не соберете деньги, никуда не отправляйте. Потому что смысла нет в этом. Это очень тяжело. Это очень большая ошибка. Теперь вы говорите, что около 200-300 тысяч долларов я привлекаю откуда-то по 4-5% годовых. Ну, я не знаю. Я действительно не знаю. Скорее всего, вот то, что вы говорите, что деньги привлекают по 4-5%. Скорее всего, они тоже начнут вам скоро говорить, что оплати за это как страховку, оплати за это как вознос, оплати за это еще что-то, еще как-то и так далее. Потом мы тебе готовим документы. Вы сначала отправляете 10 тысяч, потом отправляете 20 тысяч, потом отправляете 40 тысяч, 50 тысяч, а потом они тоже исчезают. И знаете, сколько таких людей я встретил и видел в жизни? Огромное количество таких людей я видел, которые с ожиданием, что скоро получают такие дешевые кредиты, откуда-то как будто какие-то ангели появляются, которые им помогают во время и так далее. Ну, я этому не верил, к сожалению. Потому что я много... Я не говорю, что такого нет. Я не говорю, что с других стран вы не можете привлечь инвестиции. Можете, но поверьте мне, будьте очень осторожны. Будьте очень осторожны, потому что в этом есть очень много проблем. Я много таких проблем я видел. Будьте осторожны. Если ваш канал, который вам помогает, обещает, ваш канал, который вам обещает, вот это на 200-300 тысяч долларов кредит давать, они проверены, у них есть история, кому-то до этого момента они помогали. Вы знаете реально людей, которые получили такие кредиты? Если вы знаете, тогда идите берите. Но если не знаете, не надо опять предоплатить или опять платить другим людям, еще угреблять свою ситуацию больше. Если вы занимаетесь торговлей в базаре, идите заниматься это. Мой совет к вам. Идите занимайтесь в своей торговле в базаре, и Аллах даст, вы поднимете, вы зарабатываете, подниметесь. Вы дом продали, надеюсь, что закрыли хоть час-толго, оставшую час придется теперь работать, опять в базаре, зарабатывать, отдавать. Знаете, почему мы попадаем в долгах? Потому что мы хотим быстрее разбогатеть. Поэтому мы попадаем в долгах и трудности и так далее. Так что, пожалуйста, всегда вы можете зарабатывать там, где вы профессионал, где вы хорошо умеете делать, где вы хорошо знаете. В других сферах вы не можете зарабатывать. Помните это навсегда. Хорошо? Легкие деньги не бывают. Легкие деньги, это никогда не привезут вам добро. Здравствуйте, Адмурда Владовна. У меня есть такой вопрос. Как халяльным способом приумножить свои деньги? И во что надо инвестировать? Инвестировать в реальные существующие бизнесы. Это халал. Если вы хотите заниматься инвестицией, есть несколько направлений инвестиций. Инвестиции в недвижимость, инвестиции в торговлю, инвестиции в акции. Вот это все халал. Все это халал. Так что, если у вас есть какие-то, или купите какие-то франшизы и так далее, или вы просто хотите инвестировать, и самому не заниматься этим. Если я правильно понял, что разве использую слово инвестиции, тогда, пожалуйста, инвестировать в растущем бизнесе. Например, иногда ко мне, вот сегодня ко мне приходили в бизнес-форуме, сейчас парень подошел и предлагает мне, они меня узнали, многие меня узнают, доказал, большое вам спасибо, мне очень приятно, когда где-то в дороге, или гостиниц, в аэропортах, в самолетах, люди подходят, говорят, можно фотографировать, я сижу, думаю, Аллах, не зря живу. И благодарят, что вот это YouTube очень помогло, поэтому большое вам спасибо заранее. Сегодня мне парень подошел в обеде, говорили, если будет хороший бизнес-проект, предложим, можете ли вы инвестировать, и так далее. Вот таких моментов много, видите, если вы встретите растущий бизнес, действующий бизнес, проверенный бизнес, для масштабирования инвестируйте, но на стартапах не рекомендую, если у вас много денег нет, в стартапах инвестировать, вот это очень ошибка, потому что эти стартапы, они то не пойдут, может ли они, то есть, это идея, эту идею превращать в бизнес, это еще большая разница, это небо и земля, разница, станет ли эта идея еще бизнесом, дает ли эта идея деньги или нет. Из 10, одну идею, еле, иногда из 100, там 10% из них еле дадут, то есть, из 100 идеи, 10% из них можно превращать в бизнес, это получается, из 10, 1%, так что, я не рекомендую, чтобы вы себя были как в венчурные фонды, поэтому в венчурные фонды я инвестую в стартапы, потому что у них много денег, они много количества стартапов инвестируют, по чуть-чуть, по чуть-чуть, если из 7 или 10 один выстрелит, это они окупают все свои расходы, а у вас тогда нет фонда, у вас тогда нет много денег, так что, я рекомендую вам это не делать, если вы хотите заниматься, значит бизнесе растушим рынки, проверенным бизнесом. Купите франшизу или инвестируйте в какую-то франшизу, которая масштабируется. Третий, инвестируйте в недвижимость и санне бумаг. Все. Вот это направление инвестируйте будет очень хорошо. А самая лучшая инвестиция, инвестируйте в свои мозги. Если вы меня слышали, в первую очередь, я инвестирую в свое образование. Она привезет вам очень много денег. Здравствуйте, уважаемый наставник. Можно ли взять кредит или рассрочку и открыть интернет-магазин в Альбрес? Есть компания, которая обучает и сама управляет все до стабильного дохода. И на стартап новичкам можно начать с 23 тысяч рублей. На учебу в месяц 17 тысяч рублей. На 4 месяца. В общем, в месяц новичкам может зарабатывать от 100 тысяч рублей. Что мне делать? Сейчас взять кредит, рассрочку или в долг и начать бизнес удаленный, без склада. Или потерпеть и накопить деньги и через 4-5 месяцев начать без кредита, без долгов. Брат мой, накопить деньги и начать своими деньгами. 4-5 месяцев потерпи, накопи и делай своими деньгами. Пожалуйста, никогда не берите долги и кредиты в начале бизнеса, которые вы не знаете, которые вы не проверены. Если у кого-то хорошо получается, вы видите со стороны, это не означает, что у вас тоже хорошо получится именно так. Например, со стороны я вижу, кто-то играет на пианино идеально. Что, мне сразу получится, что-ли? Вы знаете, сколько лет надо работать над собой, чтобы играть на пианино, как тот человек, который играет. Или со стороны видеть, что Роналдо бьет мяч и круто там, футболист круто играет. Это не означает, что сразу у вас получится, как Роналдо. Это огромный десятилетний труд и похадно, да. Поэтому мой совет к вам. Никогда на новый бизнес, когда вы хотите открыть бизнес, не берите кредиты и долги. Лучше зарабатывайте, своими деньгами делайте. Так будет хорошо. Потому что не всегда бизнес сразу пойдет. Не всегда бизнес сразу хорошо идет. Даже когда, знаете, бизнес начинается с долгов, это много проблем у этого бизнеса. А когда она начнется своими деньгами, проще и легче. Проще и легче. Очень интересно. Бизнес просветает. Я много раз видел, бизнес просветает. Барракадец, удача есть в этом бизнесе. Понимаете? Удача есть в этом бизнесе. Так что, пожалуйста, делайте так. Даже если в Белли, в Алборесе многие компании открывают магазин, просветают, это не говорит о том, что у вас тоже легко получится. Поэтому вот мое предложение к вам. Пожалуйста, услышьте хорошо. Дальше. Есть ли в планах Саймурад Давлату открыть биржу в Таджикистане? Вау! Хорошая идея. Спасибо, дорогой мой. Но у меня есть план открывать свой инвестиционный фонд. Потому что я очень хочу многим нашим людям там помогать. Чтобы они могли сами зарабатывать, разбогатеть. Потому что сейчас огромное количество людей, которые мало средних денег, у них небольшие деньги. 100, 200, 300 долларов. Но они тратят их от того, что не знают, как это приумножать. Или они расходят их просто так. Я бы хотел, чтобы для таких людей и ради таких людей думаю, открыть какой-то фонд, чтобы помочь этим людям. И заодно это что-то делать для страны. Чтобы это было полезно одновременно для страны. Я над этим работаю. Обязательно этим будем заниматься. Я это обязательно буду делать. С помощью Аллаха когда-нибудь. Подскажите, пожалуйста, каким бизнесом можно заниматься в Российской Федерации с капиталом 1 миллион рублей? С капиталом 1 миллион рублей торговли. Небольшие торговли. Небольшой островок. Не знаю, зелень, овощи, фрукты, сухофрукты, небольшой, можно сказать, мороженое, киоск, парфюм и так далее, и так далее. Где барьер входа на такой высокий? Займитесь этим. Где барьер входа на такой высокий? Торговли. Купли-продаж, купли-продаж. Потому что с миллион рублей вы не можете открывать там, скажем, ресторан или кафе или гостиницу. Это невозможно. Вы делите торговли. Небольшие, типа это магазинчики, островки и так далее. Торговли. Займитесь этим. Дело у вас хорошо пойдет. Еще Алло. Потом вы постепенно будете увеличивать рост и развиваться будете. Здравствуйте, уважаемый Саймурот. Благодарю за ваше великое дело, которое создаете для людей. Мне 42, я из провинциального города. В 19 лет там открыли стол раскроя. Через год с партнером открыли отдел тикани и ателье. Потом приехала в Москву. Одна с маленьким сыном. Лечила его в Москве. С Божьей помощью устроила здесь. Тяжело было. Потом открывала швейни всех. Далее с партнером создали свой бренд одежды. Вышли на международную выставку с СРМ. Интересно, не знаю, что за выставка, но отлично. Планировали оптовые продажи. Не хватило финансирования. Разошлись с партнером. Далее в розницу продавала одежду в торговых центрах в центре Москвы. В принципе, мечты сбывались, но это тоже все быстро закончилось. То есть, не хватило финансов для развития. Потом привлекла другого партнера. Мы вышли в Альбрес, но там ушла в минус в 2020 году. В итоге опыт большой, а прибыльного успешного дела нет. Три года назад вышла второй раз замуж. Родилась сейчас дома. Воспитываем малыша. Муж работает, но его зарплаты не хватает на проживание. Мы арендуем квартиру в Москве. Хочу начать новое дело но стартового капитала нет. Вопрос, стоит ли сейчас открывать бизнес и какой? У меня в мыслях есть еще проект курсы по пошиву и конструктированию одежды. Обладаю хорошими организаторскими способностями и могу обучать, обучая у себя на производстве многих живее. В найм не хочу идти, хотя муж видит только такой выход. Меня очень мучает данная жизненная ситуация. Буду очень благодарен за ответ. Дорогая моя, спасибо за откровенность, за честность. Вы очень по-подробному расписали свою ситуацию, поэтому я очень хочу дать точно также подробный ответ, чтобы это помогло вам решать эту ситуацию. Я бы рекомендовал вам откройте курс, как вы говорите, это будет небольшой доход, но это одноразовый доход. Поймите меня правильно, на курсах много вы не зарабатываете, это одноразовый доход, поэтому люди платят вам один раз за учебу, повторно они не платят вам, а когда вы одежды продаете, они будут платить вам всю жизнь, если вы хорошие одежды делаете. Например, если вы еду продаете, одежду продаете, люди будут покупать повторно, повторно, повторно ваши товары, а за учебу один раз платят вам и уходят. Поэтому я вам рекомендую начните свою учебу, вот это то, что вы сказали по вашей услуге, потому что вы это хорошо умеете делать, чтобы небольшие деньги появились, и на эти деньги запустить свой бизнес. Начните сектор держать, даже небольшой сек, но начните. Теперь учетом анализируйте все предыдущие ошибки. Вы дорого платили за эти знания, не похороните их, пожалуйста. Вы за эти знания, за этот опыт платили, в среднем, думаю, что 5 или 10 лет жизни, и достаточно нервы здоровья. Пожалуйста, не похороните этот опыт, нельзя. Вы жестко платили за это. То, что у вас не получилось, это опыт хороший у вас. Теперь вы начнете не с нуля, а вы начнете уже на какой-то ступенька. Почему? Потому что есть опыт. Поэтому мой совет к вам, анализируйте, распишите все свои ошибки, которые были, распишите, а потом посмотрите, что из ваших действий дало результат, распишите их тоже. Фокусируйтесь на увеличении и повторении результативных действий, откажитесь от тех, которые не работали. Тогда у вас успех гарантированно будет. Это первый шаг, что вы должны делать. Второе, мой совет к вам, обязательно открывайте свои курсы, немножко денег накопите и сразу запустите свой сэх, свой ателле и так далее. Работайте на это направление, где вы профессионал, Аллах даст, и вот на этот раз у вас все получится. Помните, что все, всегда перед победой соблазн сдаваться всегда велик. Это похоже, что самое темное время суток наступает предрассветом. Я своей жизнью заметил, каждый раз, когда вот чуть-чуть осталось цель достигать, еще немножко осталось цель достигать, очень соблазн высок сдаваться, очень соблазн высок отказаться, очень соблазн высок, чтобы вот думать, ну и ладно, потом сделаю. Соблазн очень высок, поверьте моим словам, но вы не должны сдаваться. Продолжайте. Мой совет к вам, не сдавайтесь, продолжайте. Поэтому вот, еще раз повторю, вы жестко платили, дорого платили за это, не похороните этот опыт. Когда вы несколько лет работаете, ребята, и потом отказываетесь, я имею в несколько лет работаете, 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 а потом говорят, ну я не хочу дальше этим заниматься, потому что у меня ничего не получилось. Нет, вы ошибаетесь, вы уже определенный опыт накопили, вы не имеете права, за это вы платили жизнью. Не похороните свой опыт, не похороните. И сейчас пойдете в другое направление, опять много времени потратить на накопление опыта. Я мастер отделочных работ, опыт 20 лет, с чего начать мне, чтобы открыть бизнес, какие тренинги посоветуете, или какие мини-мастер-классы надо посетить. Если вы мастер отделочных работ, опыт 20 лет, вы можете быть бригадирем или я не знаю, но в голове вы мастер, в голове вы хороший специалист. Теперь вам надо, чтобы в голове у вас появились организационные способности, администрирование, управление, коммуникативные навыки работать в команде, продажи и так далее. Поэтому идите на мне мастер-класс для предпринимателей, который мы проводим пятидневные. Вы там много чего научитесь. Именно все это наши курсы начинаете. Не важно, где это будет, где-то в Москве или Казахстане или Ташкенте или Таджикистане или Малайзии или Америки. Где он есть, туда идите. Хорошо? Все это начинаете. Еще у вас очень хорошо получится. Потому что у вас есть 20 лет опыт, но вы в голове у вас мышление как специалист. Теперь надо, чтобы у вас появилось бизнес-мышление. Здравствуйте, со мной, Довлатов. Я ваш поклонник. Спасибо. Мне это очень приятно. Спасибо вам большое. Даете людям очень хорошие советы. Мой вопрос, как реализовать учебный центр в стране СНГ? И потом, как реализовать переход на онлайн-услуги? Учебный центр, основной продукт учебный центра это программа. Если вы хотите учебный центр развивать, это самый основной ваш продукт это программа. Вам надо иметь хороший продукт. Понимаете, да, о чем я говорю? Ваш очень самый важный, скажем, самый важный в вашем услуге это хорошая программа, методика. То есть методика. Ваша методика. Поэтому учебный центр не может существовать, если слабая методика. если кухня самая сила это рецепт шеф-повара, а здесь это методика. Методика должна быть особенной. Или какое-то отличие. У вас какая-то должна быть можно сказать лучшая программа, лучшая методика. Тогда у вас результат будет гарантирован. Вот как реализовать его? Если вы в школе хотите открыть, школа прямо государственная школа, тогда наберите кадры, которые как заведующий работают в школе и так далее, или хорошо понимают программы для среднего класса, или для детского садика, или для колледжа и так далее. Вот руководителя найдите, он вам все это потихонечку организует. Практика профессионала. Это первое. Но если вы хотите просто учебные курсы создавать, тогда найдите одного администратора, который хорошо понимает маркетинги, продаж, а вы займитесь производством. Например, я постоянно занимаюсь творчеством, разрабатываю методики, делаю научные открытия, пишу книги и так далее. А моя команда занимается маркетингом, администрированием и менеджментом. Вот тогда дело идет. Если у меня не было бы команды, я тоже не мог бы ничего делать. Нужно, чтобы и то, и то было. А теперь вопрос, у меня легко получилось это? Конечно, нет. Что я пережил, наша школа пережила третий кризис. Третий большой кризис мы пережили. Я имею ввиду циклы кризиса мы выдержали. Наша компания очень сильная компания, поэтому мы продали эти кризисы за кризисом, потому что методика сильная у нас, и у нас авторская методика. Если у вас есть авторская методика, научные исследования и так далее, у вас это высококонкуренные преимущества. Поэтому у нас методика авторская, у нас огромное количество научных открытий, именно практических советов, практических методики, которые мы сами прошли в бизнесе и во многих вещах, и мы даем то, что дает результат. Поэтому за нами спиной уже 52 долларовые миллионера, которые до сегодняшнего выросли. Часть из них, правда, миллионерами пришли ко мне на учебу, около 10 человек, но 40 чем-то из них мы сами выросли. У нас огромный кризис, больше миллион слушателей, которые посещали семинары, тренинги и так далее. Так что добро пожаловать, мир успешных людей. Если вы хотите учебный центр открывать, значит, первая методика, у вас должна быть либо авторская методика, либо станьте партнером с кем-то, у кого есть авторская методика, и продвигайте его, это будет намного легче, это продается намного легче, потому что опыт есть и так далее. Потом вы должны понимать, что образовательные услуги, если они практичные, если они результативные, только тогда вы можете выдержать без профессиональных знаний или без хороших результатов невозможно держаться на рынке долго. Долго не выдержите на рынке, потому что рынок очень высокая конкуренция, и не все могут держаться на рынке, но это тренд, образование это сейчас тренды, находятся на самом мегатренде образования, если у вас есть крутая методика, полезные, актуальные темы, она реально в тренде. А как это реализовать? Как я вам сказал, найдете сильного администратора, сильной команды, которая создаст команду маркетологов и распишет хорошие с вами стратегии продвижения, и четко вы, когда поймете свою целовую аудиторию, вы начнете фокусироваться на него, и потом потихоньше шаг за шагом начнете реализовать свои идеи. Но она этап за этапом реализуется, только вопрос о времени. Уважаемые друзья, ставьте лайк под нашу рубрика, пишите, пожалуйста, под рубрика комментарии пишите, будьте активными, я бы не хотел, чтобы вы были только наблюдателями. В футболе больше чувствуют эмоции, радости и так далее. Игрок или наблюдатель? Конечно, игроки. Пожалуйста, будьте активными, участвуйте, пишите комментарии, дайте свои советы, рекомендуйте, репост делайте, давайте вместе распространим добро, пусть эти ответы дойдут до тех людей, кто нуждается на них. Спасибо вам. Станьте причиной изменения этого мира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...